Ностальжи Крестного отца первого, но в связи с техническими причинами у меня это не получилось, поэтому мы сегодня с вами посмотрим Крестного отца второго, поговорим вообще об этой франшизе и немножко же конечно поиграем. В общем я себе сделал такого вначале классного стройного персонажа, такой взбитый кабанчик у меня получился, его можно было кастомизовать в плане телосложения, в плане лица, там носа, цвет волос и так далее, так далее. Полная кастомизация, сейчас мы с вами отправимся постепенно проходить сюжет и соответственно немножко поговорим о этой игре. Крестный отец второй это продолжение первой игры, которая вышла, если я не ошибаюсь, в 2003 году. Первая она из себя представляла, как многие на то время считали клоуны GTA, хотя в принципе я с этим не согласен. На то время игра получилась довольно таки неплохой. Учитывая управление автомобилями, сюжет, функционал, то есть тогда игра заключалась в том, что вы должны были расти в семье Корлеоне, ну как бы это из фильма, если кто не смотрел, а если кто-то это не делал, то обязательно сделайте. Вот, вы должны были расти... Она сам себе стирает. Она захотела одеть мини-юбку в школу, я отказал. Диалоги просто отличнейшие, учитывая, что я сижу в закрытой машине, как я слышу, я отвлекся, как я слышу тех, кто проходит рядом. Вот, получается, там нужно было расти по карьерной лестнице до Дона. Бонусными моментами игры было, что по мере прохождения игры ты открывал для себя фрагменты из фильмов, узнавал историю Крестного Отца. Ну, то есть, это такой, как бы, знаете, фильм в переплетении с игровым процессом. Вторая же часть вышла как продолжение, это уже сейчас правление, эпоха правления Майкла Корлеоне. Все хорошие команды переехали на запад. Да, согласен. И мы, получается, в роли молодого бойца нам дали Нью-Йорк, для того, чтобы мы его захватили, и для того, чтобы мы здесь укоренились. В этой игре у нас появилась система найма, то есть, мы можем нанимать себе помощников, вот типа этого рыжей бестии, которая с нами в очках крутого. Мы можем нанимать себе помощников, мы можем сами выстраивать. Вот так вот. Хрущеву пора захлопнуть капкан. Мы, получается, сам уже формируем свое семейное древо. Например, смотрите, есть у нас карта, пока она маленькая, но она потом со временем будет увеличиваться, как я понимаю. То есть, нам нужно по очереди разбираться с тремя криминальными семьями и, соответственно, захватывать районы. Бизнесы мы можем захватывать с помощью налета, мы можем брать с собой пацанов, которые могут взрывать, которые могут отключать, которые могут нападать. В своих заведениях мы обязательно можем выставлять охрану, чтобы на наши заведения могут нападать. Мы можем их защищать сами или с помощью охранников, захватывая другие предприятия, врагов. Мы можем там забирать, получать определенные бонусы, точнее, за это давайте посмотрим обширенный обзор. Вот, к примеру, фамильное дерево. Как вы видите, вот мы сейчас находимся, не могу почему-то открыть, вот мы находимся в самом верху, у нас есть вон один солдат, то есть мы потом выстраиваем свою иерархию. Дальше у нас есть продажные политики, вознаграждения, вот смотрите, видите. То есть мы можем вот этого перца, к примеру, бойца Джои Периманти, медик в команде, то есть мы можем его брать с собой или, может быть, назначить его главным. Мы можем его повысить до КПО, до младшего босса, до советника и так далее. Также у нас здесь есть продажные политики. Здесь можно связи и с помощью этих связей можно договариваться какие-то дела, заминать. Вот наши преступные группировки, какие есть, прогресс можно посмотреть, посмотреть ключевые объекты и так далее. То есть, в принципе, добавили некую систему управления для того, чтобы эту игру как-то разнообразить. Но, что мне здесь сразу не понравилось, это, конечно, посмотрите на эту газету, которая залетела в машину и пропала. Сволочами попахивает. Вот, мы сейчас играем на максимальных настройках графики. Но, вы видите, ну то есть, машины деревянные, если честно. Готов ехать? Да готов, закрой свой рот. Вот, получается, здесь машины деревянные. Что в управлении, что бьют. Сейчас, все сюда! Система повреждений неплохая. Блин, у нас тут драка началась. Господи, я мужика ударил. Блин, я убил между глаз. Блин, убить меня! Лупи этого очка века, все, хорош. Извините, резко начался экшен. Так. Бандит. Аба-аба. Это был бандит. Значит, у нас есть сейф. Нет, я не сдам. Вот, если бы у нас был медвежатник. Если бы у нас был медвежатник, да, мы бы могли этот сейф вскрыть. Кто мне добавит? Что добавит? Сейчас мы разбираемся с крышей этого здания, прежде чем дойти и говорить с хозяином здания этого бизнеса, которого мы будем сейчас трясти. Весело. Ладно. Хорошо, что я, как Рэмбо, могу с ним разобраться. Да, подле, подожди, падла. Не любил его. Вот, смотрите, Томпсон, у меня Томпсон еще не было в этой игре. Ну, сейчас. Думаешь, ты крот? Вот, собственно, вот это начальник. Томпсон, у меня есть три секунды. Он будет стрелять. Вот, я заплачу. Не бейте. Увидеть, а смотрите, а можно так вот схватить. Можно все решить по-хорошему или по-плохому. Подойти. Дебаты, казалось, не кончится. Смотрите, все. Мы не будем его дальше с ним делать-то. Неплохое у тебя заведение. Жаль будет, если все тут сгорит. Как думаешь? Просто возьми деньги, оставь меня в покое. То есть, ракет во всех его проявлениях. Видите, мы его припугнули, перевесили его через крышу. Угрозой, что мы его сейчас скинем с крыши. Поугрожали ему автоматом. И он, в принципе, согласился нам платить. Вот. Теперь это Ричи Таверна наша. Смотрите, мы теперь можем для этого здесь нанять охранников. То есть, доход заведения. Сколько у нас? Сейчас я в день трачу... Давайте, я думаю, пять человек хватит нам принять. Все, теперь у нас здесь, в этой Ричи Таверне, тоже будут наши пацаны стоять. Вот они уже стоят. Видите, мы только их нами, или они уже стоят. Иногда семья связывается с тобой по таксофону. Так труднее подслушать разговор. Видите, тут еще советчики все. Единственное, что мне еще здесь не нравится, то, что со мной бойцы разговаривают, как, не знаю, как-нибудь с начальником, не с главным, а с каким-то, блядь, шушерой какой-то. Но здесь, если бы у меня был подрывник, можно было бы пробить стену, ворваться в это здание. То есть, вот такой примерно функционал. И мне интересно, что здесь вот эти ниггеры делают, и кто здесь? Чем вы тут занимаетесь, а, подонки? Что тут у вас? Деньги? Это мои деньги, правильно? У кого-то есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Вот. Ну и получается, в чем заключается смысл игры? Мы должны укрепить свою, свой авторитет, укрепить свой авторитет, набрать свою семью. Смотрите, тупо деньги нахожу. Что проблема вообще? Я знаю, как давить дураканов, вроде типа драка. Ты что? Ты так больше не делай, подруга. Гуляй отсюда. Ты что тебя принят? Если они умрут, кровь будет на тебе. Медвирот закрой свой, я тебе заширение не получишь, чтобы ты мне жизни учил. А что плохого в мини-юбках, я не понимаю. Нет, нет, нет. Какие-то они все перепуганные. Я извиняюсь, ребята, у меня звонок важный. Алло. Доминик, это Майкл. Давай встретимся у меня дома. Надо поговорить насчет Кармина Розату. Майкл Корлеоне здесь, слава богу, не в роли Альпачино, потому что Альпачино мне очень нравится как актер. И хорошо, что он в этом говне не принимал участие. Но, наверное, знал, куда соваться не надо. Я наблюдаю за одной мочалкой из борделя. Интересно, как далеко она зайдет? Болван, не о том думаешь. И потом, ну подарит она тебе трипер, и что? Очень интеллектуальные разговоры. Так вот, хорошо, что Альпачино не подарил свой голос и не подарил свое, так скажем, лицо для этой игры. Потому что, мне кажется, они бы только испоганили. И лично мое мнение, хоть я и не разработчик, а просто потребитель в виде игрока, мое мнение, они могли бы сделать игру и намного получше. Да, есть свои плюсы, есть свой интерес, но как-то похабно они отнеслись, мне кажется, к самому процессу, к самому геймплею. Особенно автомобилей. Особенно автомобилей, ребята, потому что деревяннейшее, деревяннейшее просто все. Вот здесь, вы просто посмотрите, это я сейчас вам покажу, если оно, конечно, вообще сохранилось. Повреждения, вы его видите? А его нет. О, господи, это музыка. Еще играет такая душесчипательная. Так, подъезжаем, короче, в имение Семикарлиона. Опа, ворота нам открыл неведомый мужчина. А вот, 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 смотрите, мы сейчас с вами видим явный пример повреждения. Обратите на правое заднее крыло. Вот такое оно, мятое. Вот это все повреждения. А вот видите, вот еще спереди мятое. То есть, на самом деле, у меня машина помята очень сильно, просто это не так сильно видно. А с вами был Росси, наверное, будем заканчивать. Надо вернуться и поговорить с Доном Корлеоне. Слушай, не учи меня жизни, тебе еще разговариваю. Так вот. Ой, с этого упали. Давайте отойдем. Я иду, иду я. Стой там. Вот так. Тут еще можно давать команды своим бойцам. Так вот. Давайте сейчас на такой нотке вот так и встану. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Ностальжи. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что вы с нами и до скорых встреч. И всем пока.